Наверняка каждый сегодня знает историю возникновения американского атомного оружия во всех подробностях. Немало написано и про советское, но какие же тайные секреты хранит в себе история возникновения китайской бомбы? Началось все в декабре 49-го года, когда китайский вождь Мао Цзэдун впервые прибыл в Москву на празднование 70-летия Иосифа Сталина. Руководитель СССР тогда показал ему документальный фильм об испытаниях атомной бомбы, что очень сильно заинтересовало Мао и открыло ему глаза. В октябре 50-го года, когда Китай вступил в войну в Корее, это было решение Мао, сам же Сталин ушел от ответственности за его принятие. Именно тогда китайский лидер почувствовал свою незаменимость и силу. Китайцы, несмотря на огромные потери, на равных противостояли ядерной сверхдержаве США, и конфликт закончился в ничью. Москва даже не поручила Пекину руководство азиатскими компартиями, но Мао понимал, что его страна может считаться великой, а он сам быть полностью независимым от Кремля только в случае обладания атомной бомбой. Применить которую американцы не раз угрожали во время Корейской войны. В эти моменты он остро ощущал собственную зависимость от СССР. При этом Мао понимал, что получить сверхоружие он может только от Москвы. При жизни Сталина он не осмеливался попросить о содействии, ибо Иосиф Виссарионович никогда бы на это не согласился. Но после его смерти китайский лидер перешел в активное наступление. В мире, где против РФ уже введено более 5000 санкций, курс рубля нестабилен, хочется найти надежную платформу, которая поможет не только сохранить ваши деньги, но и приумножить. И в этом вам поможет спонсор сегодняшнего видео, финансовая платформа нового поколения FintuFlex. FintuFlex позволяет инвестировать без знаний в трейдинге, инвестициях и крипте. За вас инвестирует команда специалистов и трейдеров. Благодаря этому каждый день вы получаете стабильный процент ежедневно в одно и то же время, и сразу можете вывести свои деньги. FintuFlex это мощный инструмент с развитой экосистемой инвестиций через контракты. Также на платформе доступен кэшбэк и покупка техники или авто за половину стоимости. Для того, чтобы начать инвестировать, нужно пополнить баланс, выбрать интересующий контракт, например, старт и нажать создать контракт. Таким образом вы становитесь партнером FintuFlex и начинаете получать ежедневную прибыль. Более подробно узнаете по ссылке в описании. И помните о рисках, когда в дело идут ваши финансы. Вы также можете что-то потерять. Во время первого визита Хрущева в Китай в 1954 году, он прямо сказал, что хотел бы получить атомную бомбу. Никита Сергеевич ответил, что Советский Союз гарантирует всем странам соцлагеря защиту от ядерного нападения. Так что китайские товарищи могут не волноваться. Кроме того, он подчеркнул, что ее производство крайне дорогостоящий процесс, не посильный для слаборазвитой страны. Но Мао не отступал и начал тонко шантажировать СССР. С этой целью он развязал зимой 1954-1955 годов кризис в Тайваньском проливе, обстреляв острова, находившиеся под контролем Китайской национальной партии, за которую были вынуждены заступиться американцы. Мир оказался перед угрозой ядерной войны, ибо СССР не мог оставить своего союзника одного. В апреле 1956 года было подписано первое соглашение, предусматривавшее помощь со стороны Советского Союза в этой секретной сфере. В том же году осложнилось внешнеполитическое положение СССР. После хрущевских разоблачений культа личности, в Венгрии и в Польше вспыхнули волнения, и Кремлю приходилось опираться на поддержку Пекина, чтобы удержать в своей орбите недовольных. Мао публично одобрил действия Москвы, но намекнул на то, что за такое надо рассчитаться. В 1957 году приезд Мао на празднование 40-летия Октябрьской революции также был обставлен требованиями ускорить темпы и увеличить масштабы передачи ракетно-ядерных технологий. Хрущеву деваться было некуда, и 15 октября 1957 года было подписано соглашение о передаче КНР образца атомной бомбы и технологии ее производства. Хрущев же стал тянуть резину. По соглашению от 15 октября СССР действительно направил три группы военных и ученых для обучения китайских специалистов и установки оборудования. Среди них двое были конструкторами ядерных устройств. Работа шла в обстановке глубокого взаимного недоверия. Завод по обогащению урана в Синьцзяне строился по устаревшей технологии. Оборудование поступило бывшее в употреблении. А вместо обещанной бомбы в Китай доставили макет. Причем советские специалисты были поражены его несхожестью с настоящими образцами. Эти факты отражали постепенное, но неуклонное охлаждение отношений между СССР и КНР. В августе 1958 года, во время закрытого визита в Пекин, Хрущев дал понять, что СССР не желает передавать китайцам технологию изготовления атомной бомбы. А в июне 1959 года Москва официально уведомила КНР, что передача ядерной технологии состояться не может, так как это помешало бы договориться с Западом о частичном запрещении испытаний ядерного оружия. Раскол между Москвой и Пекином стал очевидным фактом. Идеологические и политические разногласия оказались непреодолимыми. Хрущев, также взбешенный отказом Китая предоставить морские базы для советских подлодок, равно как и разместить у себя станции дальней связи с кораблями, приказал отозвать всех советских специалистов, в том числе атомщиков, со всеми чертежами. Однако у МАО был козырь, который Хрущев не учел. Из западных стран домой на родину возвращались ученые и инженеры. Было решено самостоятельно закончить работу над атомным оружием в течение 8 лет. Проект получил наименование 596. Первые две цифры означали год, а третье – месяц, когда Хрущев отказался от ядерных договоренностей. Китай начал атомный матч-реванш. Бомба была его ставкой, надеждой вернуть себе подобающее место в мировом сообществе. Душой проекта стали китайские ученые, вернувшиеся в 50-х домой по призыву премьера госсовета. Патриотически настроенные физики бросали престижную работу в уютных научных центрах США, Англии и Франции, и порой с риском для жизни, вопреки воле руководства, этих стран добирались на родину. К осени 1964 года у атомщиков все было готово. Осталось только ждать команды из Пекина, чтобы провести первые испытания. Но в руководстве начались жаркие дискуссии. Разведка из США докладывала, что американцы готовы нанести удар по Китаю, в случае, если они зафиксируют подготовку к ядерному взрыву, либо сразу после него. После того, как это возражение было снято, начались споры о точной дате. Вечером 16 октября 1964 года Мао Цзэдун и другие китайские руководители присутствовали на представлении музыкально-хореографической композиции «Аллеет Восток». Выждав подходящий момент, на сцену вышел пример госсовета КНР Джо Энь Лай и объявил об успешном ядерном испытании. Реакция публики была столь бурной, что премьеру пришлось утихомиривать зрителей просьбами прыгать полегче, чтобы не сломать пол. В 22.00 по пекинскому времени сообщение о взрыве было передано по центральному китайскому радио. Правительство КНР, конечно же, заявило, что Китай неизменно выступает за всеобщее и полное уничтожение ядерного оружия и вынужден разрабатывать ядерное оружие исключительно в оборонных целях, а также никогда не применят его первым. В качестве испытательного полигона было выбрано место возле озера Лоб Нор в провинции Синьцзян. Строительство испытательного полигона началось еще 1 апреля 60-го года. В нем были задействованы десятки тысяч рабочих и заключенных в тяжелых условиях. Мощность бомбы составляла 22 килотонны, что сравнимо с мощностью первой ядерной бомбы Советского Союза РДС-1 и американской бомбы Толстяк, сброшенной на Нагасаки в 45-м году. По оценкам, на создание атомной бомбы Китай потратил 3 миллиарда и 600 миллионов долларов против 11 миллиардов затраченных СССР. Такая экономия стала возможной только благодаря двум факторам – использованию советской помощи на протяжении четырех лет и масштабной кампании по возвращению на родину китайских специалистов. Обретя ядерное оружие, Мао начал играть в собственную геополитическую игру. Пришедшему к власти Брежневу пришлось иметь дело с невероятно уверенным в своих силах Китаем. Вместо одного стратегического противника США, у Советского Союза их теперь было двое. СССР пришлось срочно создавать мощную военную группировку и инфраструктуру в Забайкалье и на Дальнем Востоке, чтобы противостоять новому потенциальному врагу. После испытания Китай стал пятой ядерной державой в мире, что побудило Советский Союз подписать договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года США и Китаем. В ответ на испытание 596, руководство китайских националистов на Тайване призвало к военному ответу против ядерных объектов коммунистического Китая и к созданию антикоммунистической организации защиты. Однако Соединенные Штаты не рискнули бы нанести удар по Китаю. Тайвань попытался запустить свою собственную программу создания ядерного оружия, но потерпел неудачу, и США не поддержали ее, поскольку это обострило бы отношения США и Китая. Во время испытания Соединенные Штаты признавали Тайвань резиденцией правительства Китая, а членство Китая в Организации Объединенных Наций, включая постоянное место в Совете Безопасности ООН, принадлежало Тайваню. Имея ядерное оружие в руках Пекина, международному сообществу пришлось перенести свое признание на материк. Через три года после испытаний устройства 596, 14 мая 1967 года, с борта бомбардировщика была сброшена 35-килотонная ядерная бомба. Это стало означать, что с этого момента Китай обзавелся атомным оружием, пригодным уже к боевому использованию. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео пиши, что ты думаешь про эту тему, и не забудь посмотреть наши другие видосы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok